Здравствуйте! Ответ на вопрос, пришедший на сайт виктанын.инфо в рубрику вопрос-ответ. Зачитаю сам вопрос. Доброго вам дня! Пыталась написать вам на почту, но письмо блокируют почему-то. Как можно бороться с влиянием всей крови на сына? Стоит прибегать к магии или к карамическим законам, если все обычные попытки быть такой, как она хочет, не помогает, ни подарки, ни фига короче. Уже мы вопрошатели, как правильно назвать? Или структурированно спрашивайте, ведите свою мысль или хотя бы знаки припинания ставьте, иначе очень сложно читать. Стоит прибегать к магии или к кармическим законам, если все обычные попытки быть такой, как она хочет, не помогает, ни подарки, ни фига короче. Понятно. Достало уже. Чуть что с детьми из дома выгоняет, хоть мы отдельно живем в доме мужа. Да мне есть куда идти и чем заняться, но все-таки терпение лопнуло. Не Мезида. Ну, серьезное имя. Ну, я вам хочу сказать, значит, если вы живете в доме мужа, следовательно, он имеет дом отдельный от мамы, то у вас хреновый муж. Он не мужчина с большой боку. Я понимаю, мужчина должен создать свой очаг и должен урегулировать этот вопрос между двумя женщинами, то есть между матерью и своей супругой. Коль он уже женат, значит, он должен взять ответственность за свою семью, чтобы не приходила некая царица там и в его королевстве, в его государстве наводило порядок. Понимаете, это другая ячейка общества. Все, это уже другое яйцо, другое гнездо, да, в котором ежатля, грубо говоря, яйца. Ну, делать, тем более выгонять из дома своего сына, ну, это неправильно. Тут говорит о чем? Что ваш супруг хочет быть хорошей и для мамы, и для всех, и так далее, и тому подобное. Я так понимаю, что вы уже подарки делали и попытки быть хорошей, как она хочет, и подстраивались, перешагивали через себя, то и, следовательно, вы в нее пытались вкладывать какую-то энергию, какую-то труд, да, а она в вас ничего не вкладывает. Следовательно, она для вас цена, а вы для нее нет. Почему? Потому что человек ценит только то, что те вещи, в которые он вкладывает, свою энергию, свою силу, свою, там, ум, свою энергию, грубо говоря. Поэтому она для вас цена, вы для нее вообще никакого значения не имеете. Поэтому она вас и выгоняет. Вы для нее никто. И теперь отвечая на вопрос. Ну, тут еще хочу осветить. Доброго дня. Пыталась написать вам на почту, но письмо блокирует почему-то. Странно. У меня почта гмайловская. Я не могу даже понять, почему ее блокируют. Значит, у вас что-то с вашим почтовым ящиком. Все, кто хотели мне написать, все написали, ни у кого не блокируют. Все нормально у меня с ящиком. Дальше. Как можно бороться с влиянием всекрови на сына? Ну, только тут надо бороться не со свекровью, а с сыном и не бороться, а его убедить, что или он тюфяк, который не может создать собственную семью и нести за нее ответственность. И маменькин сынок. Или он становится мужчиной, который отвечает полностью за свою семью. Этот вопрос не вы должны решать, а они должны решить между собой. Стоит ли прибегать к магии и к кармическим законам? Ну, к кармическим законам, как вы к кармическим законам прибежите? Законы, они есть, они существуют. Это не кармический закон. Как вы к нему прибежите? А прибегать к магии, да, бывает, что возможно. Возможно, многое сделать. Но это все будет называться порча. Почему порча? Да потому что идти против воли человека, а у нее воля какая? Навести порядок в вашей семье. Я более чем уверен, что она особо порядок в своей не смогла навести. Почему? Потому что она задача нам больше вашей, да? Она уверена, что она делает все правильно. Она уверена, что она выполняет некую миссию, задачу и так далее и тому подобное. То есть вы, если будете как-то влиять на нее, ну, это будет называться порча. Просто люди думают, что порча – это нечто, что-то плохое. Порча может быть во благо, а порча может быть… Опять же таки, что такое во благо? Если порча наносится для одного во благо, то для второго 100% не во благо, будем так называть. Поэтому, ну, в любом же это случай порча. Почему? Потому что это подавление чужой воли. А у нее воля какая? У нее воля помочь своему сыну навести порядок в его семье. Прибегать ли к магии? Ну, это вот должно быть ваше решение. Способов много. Ну, решить, какой именно для вас близок? Это вы должны решить. Одни говорят, что делать рассорку, другие говорят, нам можно навести, допустим, ей какое-то романтическое знакомство, там, сделать оморочку, если она одинокая, чтобы у нее там появился какой-то бойфренд, для того, чтобы она свою женскую энергию начала тратить на того бойфренда, переключилась с вашего сына на какого-то другого мужчину, да. А третий могут вообще выбрать порчу на смерть. Это ж не маг должен выбирать. Это заказчик выбирает. Потом маг соглашается или не соглашается это делать. Вот и все.